И в продолжении, 137 миллиардов тенге бюджетных средств было выделено на ликвидацию последствий весенних паводков. Из них более 59,5 миллиардов направлены на восстановление мостов, дорог, объектов образования, гидротехнических сооружений и других объектов. На выплаты компенсации пострадавшим, в том числе аграриям и субъектам малого и среднего бизнеса порядка 36 миллиардов тенге. Вот такие цифры сегодня озвучили на заседании в правительстве. Как устранять последствия паводков, какие меры намерены предпринять в Кабмине для недопущения подобных ситуаций в будущем, узнавала моя коллега Роза Сатканова. Вот так выглядело строящееся жилье для пострадавших от паводков в начале июня в Роколыке. Тогда строители обещали ввести его в эксплуатацию до наступления холодов. Слово сдержали. В 50-квартирном доме поселились горожане, а также жители Амангельдинского и Джингельдинского районов, чье жилье после паводка было признано аварийным. Мы очень рады, спасибо большое. О такой квартире даже не мечтали, пока ждали окончания строительства, жили у себя в поселке, в юртах. 2576 домов для пострадавших от паводка семей построили в Казахстане за три с половиной месяца. Это беспрецедентно короткие сроки, отметили сегодня на заседании правительства. Работы завершены в Атыраусской, Актюбинской, Костанайской и Североказастанской областях. Оставшиеся 104 дома в Акмолинской и Западноказастанской областях обещают сдать до конца сентября. При выборе площадок для строительства учитывались рельеф и ландшафт местности, чтобы не допустить подтопления домов в будущем, отметили на брифинге. Также выкуплены 5767 домов и квартир на вторичном рынке и отремонтировано 9156 жилищ. Предоставление нового жилья для пострадавших было осуществлено благодаря финансовой поддержке крупных отечественных предпринимателей. Было привлечено порядка 260 миллиардов тенге. Почти 93% средств на сегодня уже освоены. В будущем необходимо предусмотреть новые меры и новые механизмы возмещения затрат пострадавших от чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, по нашему мнению, необходимо определить неснижаемый остаток резерву на случай ЧАЭС, республиканского и местных бюджетов. Необходимо определить оптимальные модели обязательного страхования имущества от чрезвычайных ситуаций и эту работу провести в рисковых зонах, подверженных стихийным бедствиям. Если дом находится в специальной зоне подтопления, то, конечно же, у него должна быть страховка. У нас существуют объекты, которые построены, извините, в пойме реки. Не все из них, как вы говорите, принадлежат людям, у которых тяжелая жизненная ситуация, поверьте мне. Я видел 300-400 метровые особняки, кто же не застрахован. И эти люди тоже получили помощь от государства. До конца строительного сезона нужно успеть восстановить разрушенные дороги. Размыты были 122 участка на республиканских трассах и 414 на дорогах местного значения. Также необходимо обеспечить своевременную подготовку гидротехнических сооружений и всей инфраструктуры к предстоящей весне. Дамбы, плотины и другие объекты должны соответствовать современным требованиям, подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов. Отмечу, что сейчас водохранилища северного, центрального, восточного и западных регионов Казахстана заполнены на 80%. Во время паводководохранилища удалось аккумулировать более 12 миллиардов кубометров воды. Эта вода сейчас используется на нужды сельского хозяйства и промышленности. При этом паводковые воды были направлены в водоемы, которые в последние годы испытывали дефицит. Для предупреждения о наводнении в Казахстане разрабатывают специальную информационную систему, которая в будущем будет интегрирована с глобальной системой предупреждений о наводнениях GLOW-FAS. Запуск системы в тестовом режиме планируется в текущем году. Среди превентивных мер также укрепление дамб, дно углубления рек и берега укрепления на опасных участках. А Акимам регионов поручен до конца осени произвести обвалование населенных пунктов, очистку трупа рыков, а также проверить состояние гидротехнических сооружений и подготовить водоотводные каналы. Роза Тканова, Айдос Медилбеков, Хабар.